МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АСЕР, программа актуального интервью в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях серебряный волонтер, путешественница, член общества Краеведа и просто интересный человек Ольга Гончаренко. Ольга Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в студии, тем более вы у нас впервые. Поясню нашим телезрителям, что мы проводили опрос, кого бы они хотели увидеть у нас в студии. Вот выпало ваше имя. Да, очень приятно, что вы у нас сегодня в гостях. Знаю, что в этом году вы в качестве волонтера побывали в Пустозерске. Как туда попали и почему решили поехать в старинный город? Ну, попала я первый раз в прошлом году в этот волонтерский лагерь. Из представителей общества Краеведов на отчетном собрании я услыхала, что вот в Пустозерске организуется волонтерский лагерь в отчете. Стала интересоваться, каким образом туда можно попасть. Вот и поехала. Попала. Мне очень понравилось. И в этом году я решила повторить еще раз. Долго там находились? Ну, в этом году две недели, да, полностью. Погода была отличная, было солнышко. Работали на улице, под солнышком, загорели. Купались каждый день по 3-4 раза в день. Здорово было. А что делали именно? Ну, там, в общем-то, работа как в музее-заповеднике. Уборка территории. Там расширяли тропы. Там проводятся экскурсии, вот легенды Малого Бора. Были легенды Малого Бора. Потом Большая Пустозерская тропа. И чистили вот эти дорожки. Потом памятники очищали от мусора, от мха, который на них нарос. И пропиткой, пропитывали пропиткой, чтобы подольше сохранились памятники. Ольга Васильевна, я знаю, что вы путешественница и даже добрались до Австралии. Расскажите об этом путешествии, как попали туда, как решились преодолеть такой долгий путь и ваши впечатления. Ну, в Австралию, в общем-то, я очень давно хотела попасть. Это прям мечта, мечта была такая. И вот собралась, собралась вместе с торфермой одной. Там набиралась группа, но, к сожалению, оказалось, что в Австралии очень сложно получить визу. И получили, вот мы вдвоем из Наринмара получили визу и решили уже. И больше никто, эта группа была распущена, никто не поехал, а мы вдвоем решили. Взяли ту программу, которая была предположительно у нас. И таким образом сами эту программу исполнили для себя. Ольга Васильевна, если не секрет, сколько вам лет? Не секрет? Много. 71. Вы отлично выглядите в таком возрасте. Можете утверждать, что жизнь только начинается, да? Я очень не люблю эту фразу. Жизнь, как это только начинается. Я так интересно прожила всю жизнь. У меня дети, у меня интересная работа всегда была. Вдруг она только начинается. Возможность путешествовать, да? Наверное, больше свободного времени. Может быть, нет. Я эту фразу говорю немножко иначе. Я ее говорю, у меня начался новый этап в моей жизни, да. Потому что раньше в советское время же не было такого, чтобы выхода за границу не было, да? Поэтому мало путешествовали, в основном по СССР, по стране своей. Выхода за границу не было. Но и можно было ведь ездить по стране, и люди ездили. Ну, как у меня маленькие дети, отпуск, как только получишь. Отпуск берешь, и уже там куда-то с детьми ездишь. И с детьми как-то много не наездишься. Я обычно ездила к свекровям. Там жила, свой отпуск проводила. Они на юге жили. Давайте вернемся, как показала Австралия. Вы сказали, что впечатление большое страна на вас оказала. Вот что там было удивительного? Чем там жизнь отличается от жизни в России? Ну, город Кернс. Это курортный просто городок, маленький городочек. Мы были, вот как мы сделали вывод, что там было все сделано. Все для людей. Там на протяжении всего этого побережья, хотя там за перилы нельзя заходить, поскольку там крокодилы, но вдоль всего побережья наставлены кухни. И вот со всего города люди могут туда выходить, на эти кухни, готовить. Там громадные столы стоят, лавки, просто с семьями туда приходят. Вот там подведено электричество, готовят на электрических печах. Там есть вода подведена, питьевая. У меня вот эта бытовая сторона очень удивила, просто удивила. Как-то я не ожидала, что где-то в других местах, я, может быть, не обращала внимания. Но вот здесь это мы просто видели. С кенгуру, наверное, сфотографировались? С кенгуру, да. В Мельбурне мы обязательно съездили в заповедник тоже. Долго ехали, наобнимались к кенгуру. Здорово было. Прямо такое впечатление, эйфория. Когда начали путешествовать? Сколько лет вам было? Путешествовать поздно, поздно, поздно. Уже когда и детки подросли, да, когда я уже не была, не надо было мне куда-то их везти, когда уже сама стала свободной. Я даже не знаю, может быть, ну лет 25 я езжу, да. Я знаю, что любите путешествовать и по России. Недавно были в Ивановской области. Что там удалось посмотреть? Ну вот перед, уже, это было уже в январе, решила я посетить Ивановскую область, да, посмотрела сам город Иваново, Палех, и поразила Кинишма, поразила Кинишма. А чем? Какой интересный город, такая интересная история. И как экскурсовод сказал, что без Кинишмы не было бы этих Минина и Пожарского. Даже так, что все началось в Кинишме, а потом только дальше это. Восстание было дальше продолжено, уже подхватили его. Но этот воевода Кинишемский погиб, конечно, который начал вот это восстание, а уже дальше подхватили. Вы сегодня нам принесли фотоальбомы, я так понимаю, что они достаточно старые, да, можно посмотреть ваши детские альбомы. Папины, нет, это папины старые, да. Папины старые альбомы, тут такие фотографии наши детские, да. Ольга Васильевна у нас, это дочка нашего известного ветерана, героя Великой Отечественной войны, Василия Самойлова. Это его фотографии, да? Это его фотографии, да. У него всегда был фотоаппарат, он всегда делал много фотографий, всем дарил эти фотографии. Наших фотографий много, папиных фотографий много у всех было. Папа был тоже увлечённый человек, такой творческий достаточно. Он был очень творческий, да. Очень творческий, он умел всё. Он умел очень интересно рассказывать. Я даже знаю, что он на платках рисовал какие-то рисунки, да? Да, 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 да. Батик. Батик, да. Снимался батиком, да. Ну, не только. Он и так рисовал. Там картины у меня есть где-то. Надо поискать где-то всё. Всё собрано в коробке, потому что пришлось сразу очень много разбирать всё. Всё складывала. Выбрасывать жалко всё. Жалко выбрасывать. Конечно, это память. Получается, семье у вас трое? Да, детей у нас было, да. Но родились вы, получается, не в Наринмаре? В Оме. В Оме. И жили в Оме, да. В 62-м году мы из Зиом и переехали в Биску. А потом уже в Наринмар. А потом уже в Наринмар. В Наринмар-то я приехала после института. Я сюда по распределению попала и здесь стала работать. Папа-то и мама, они позднее. Они купили, наверное, где-то квартиру здесь. В 2003-м, наверное, году. Купили квартиру. Вот и... А папа полностью в Наринмар переехал уже после смерти мамы. У вас педагогическая династия, да, в вашей семье? Расскажите об этом подробнее. А что об этом рассказывать? Да, у нас большая, вот такая многолетняя педагогическая династия, потому что папины предки, они все-все были педагогами. И папин дедушка был педагогом. Он здесь уже в Наринмаре, в педучилище преподавал математику. Причем, вот, например, как мне рассказывал Тихон Иванович Сидейский, что когда мой дедушка обратил на него внимание, что талантливый ненец такой вот учится, он прям с ним занимался у себя дома. Сидейский постоянно приходил вот к дедушке домой, и дедушка его вот готовил вот к дальнейшей своей этой жизни такой. Учил его математике, ну и другим предметам тоже. А дети продолжили педагогические династии? Нет, нет, нет. Я экономист, сестра педагог у меня, но она тоже не работала в школе. Она немного-немного вот здесь пока была, жила в округе, а потом они переехали в Ульяновск, и все, на этом закончилось. Ольга Васильевна, знаю, что вы сейчас активно готовитесь к полету на вертолете. Расскажите, когда он состоится и где? Да, на речку Белую у нас предполагается вылет. Там сплав по речке, рыбалка, там, наверное, ягоды будут. Вот, летим мы в пятницу утром, в 8 утра у нас сбор в аэропорту. И на 3 дня. А часто путешествуете по округу? И вот какие любимые места? Нет, любимые места. Ой, есть любимое место, это Ома. Я считаю, что самая красивая деревня в Нинском округе. Я ее очень люблю. Но выезжать как-то там уже у меня никого не осталось. Там сестра двоюродная жила, мамина сестра жила. Ну и моя двоюродная сестра, они сейчас живут в Архангельске. Тут как-то мы с ней собрались, и она приехала туда, потому что у них там родительский дом остался. И я прилетела туда. И как бы мы там пообщались, а так нет. Много родственников у вас по всей России. Знаю, что вы написали однажды заметку в Нарьяна Вендер, и даже женщина откликнулась, предполагаемая родственница. Вот расскажите об этом подробнее. Ну, как-то я, наверное, с папой мы подготовили такую информацию. А, здесь у нас в городе был какой-то конкурс или что-то, я не знаю, педагогическая династия. Кто наберет там больше лет с педагогических по династии, кто больше в школах работал. Ну и там получилось что-то около, у кого-то там, я не помню, какая-то сумма, но меньше сотни. Я потом выяснила, что это было только по городу, потому что мы с папой-то как-то я очень возмутилась, думаю, как же, а у нас все-все педагоги были. Ну и стали выбирать, потому что все папины, ну, по моей бабушке, папиной маме, вот у нее отец последний священник был, и они все-все дети священников, все после духовных семинарий, они служили в церквях. Вот. И они все преподавали в церковно-приходских школах. Некоторые даже и в семинарии преподавали, но и вот эти все годы там... У меня собран громадный материал из архива, из архангельского архива. У меня много очень материалов, и мы прям по годам выбрали, кто, где, когда преподавал. И у нас получилось, по-моему, больше двух... Я не помню точно уже, я забыла, это давно было. Ну, в общем, я эту заметку написала. В Нарьянке она была размещена, эта заметка. И одна женщина меня нашла в одноклассниках. Нашла в одноклассниках и говорит мне, что, возможно, мы родственники. Ну, мы пока не подтверлили, я, правда, к ней в гости съездила, и мы общаемся очень хорошо, прям как родственники. Я в этом году тоже хотела в Кенешму поехать. Вот после зимней моей Кенешмы я как бы захотелось, мне снова уже договорилась, что я к ней приеду. Но пандемия поставила. Все, да, да, да. Вы работали, получается, в архивах, да? И что вот удалось выяснить, интересно, о ваших родственниках, о их судьбах, какие-то интересные факты? Очень был интересный мой прапрадедушка. Это, получается, папин прапрадедушка. Вот мне кажется, вот папа мой, вот в него, по всем его личным делам, я все это посмотрела, он такой активный был. Он даже где-то служил вот здесь, на Северных морях, на Шхуме священником служил. И даже эта Шхуна, самоед она называлась, она потерпела крушение, там офицеры погибли, утонули. И вот такие серьезные моменты были. Очень интересный человек по данным архива. Получилось очень интересно. Это в нашем архиве? Нет, нет, это в Архангельске все. В Архангельске. Сейчас надо бы дальше изучать. И вроде бы у меня и даже время есть. И есть где жить. И в Санкт-Петербурге есть где жить. И в Москве есть где жить. Там тоже племянница у меня живет. И есть возможность там большая. Но как-то я все не соберусь. Надо добраться и дальше. Потому что у меня информация собрана о нашем самом раннем предке, который родился в 1699 году. А раньше уже мне Архангельский архив пишет, что все более ранние материалы находятся в московском архиве. Так что можно, наверное, туда. На самом деле очень здорово, когда ты можешь иметь через архив связь со своим прошлым, со своими родственниками. Как все это происходило? То есть человек приходит, дает запрос, свои данные, и потом уже сотрудники архива помогают вам, да? Нет, там все равно нужно о ком-то какую-то информацию иметь, по кому я хочу ее получить. Я как бы изначально стала запрашивать информацию о папином дедушке Иванов такой, Николай Прокопьевич. Он тоже в Мохче, это Ижимский район, в Мохче служил, и там и умер. И я уже знала примерно, как его зовут хотя бы, где он служил, и уже вот от этого пошло. Дальше пошло все более раннее, раннее. Потом там везде написано, была как фамилия, например, жены этого священника. Я уже ей по обе линии стала запрашивать. У меня очень много информации, да. Надо ее просто составить. века. Да, 1699 год, родившийся в 1699 году. А про него-то вот такая вот ниточка привела, да? Да, 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 да. Или вот сейчас, например, я знаю, что в Пустозерске там есть в одной из церквей служил тоже, ну, с нашей фамилии, Зуев, Зуев такой, Иоанн Алексеевич. Но Зуевых очень много, фамилия распространена, и могут быть полные тезки. И вот в этом, не в этом году, а в декабре, я тоже поработала в архиве, и хотела выяснить все-таки, что это наш Зуев, или не наш Зуев. Оказалось, что это наш Зуев, да, это родной брат моей прабабушке, вот сын как раз вот этого интересного человека, о котором я рассказывала. Так что в Преображенской церкви три года в Пустозерске служил мой родственник. А папа что-то вам рассказывал о предках? Нет. Нет, наоборот, он всю информацию имел от меня. Он, единственное, что знали, что вот Николай Прокопьевич, дедушка, папин дедушка, да, что он был священником, вот только такая информация была. Я помню, как я первый раз привезла материалы папе читать. Он просто, по-моему, не знаю, сколько времени, сколько дней, может быть, дней 10, был вот под впечатлением, он как-то все перечитывал, все это обсуждал. Причем я съездила в Мохчу, нашла там фотографии, нашла там родственников, искала тоже старых, где сохранились фотографии еще другие вот наших родственников, священников. И я помню его вот такое состояние, что он вот это все вот, вот он изучает, что он получил такую информацию интересную о своем родственнике. Нет, папа, он и не знал, в то время ведь как-то и скрывалось даже. Скрывалось, да. А он, получается, здесь родился, на Нинской земле? Нет, в Сильме папа родился, да. Папа родился в Сильме. Хотя, по-моему, до его, а нет, до его рождения не были они еще в Нинском Украине были. То есть в 17 лет и читала, призвали в армию, получается, он ушел на фронт. Ну да, в 17, да. А папа вспоминал о тех годах? Много рассказывал вам? Раньше нет. А вот как-то, не знаю, может быть, тоже работа. Папа же всегда тоже очень ответственно относился к работе всегда. Утром встаем, его уже нет. Спать ложимся, его еще нет. Да, как-то вот не так. Потом всякие такие бытовые вот эти проблемы, там вода, дрова, помой, как говорится, все надо было сделать. Папа еще рыбаки. Не было времени просто так вот даже как-то рассказывать. Ну, а последнее время, конечно, очень много рассказывал. В последнее время очень много рассказывал. И я сейчас, а я сейчас стараюсь это все. Вот у меня одной внучке, да, 8 лет, она вот первый класс в Санкт-Петербурге закончила, и она в этом году там на классном своем каком-то части рассказывала уже, в каких боях дедушка принимал участие, за какой бой он получил орден Красной Звезды, за какой бой его, он был примет в партию. и все, вот она уже рассказывает. Я стараюсь, чтобы вот это не было упущено. А самые, например, интересные, интересные воспоминания, что вам рассказывал папа, что впечатлило на историю? Меня больше всего впечатляет, впечатляли его рассказы о его детстве почему-то. Меня всегда удивляло, что он умел все сделать. Я вот как-то не спросила у него, не заострила, и сейчас вот себя ругаю, как они сами делали коньки. Хотя он говорил, что они всегда раньше в виске, они рано, он маленький был, когда они виску из Уссильмы переехали, катались на коньках. Не знаю, как он их делал, а вот как он лыжи делал, да, вот из бочки. Брали вот эти от бочки доски, и вот как-то из них делали лыжи. Да, вот так вот. И он очень много рассказывал, что он в детстве делал. Я удивляюсь, что он где-то, вот он же не учился никогда, он же и на скрипке вот играл, на народных, на мандолине он играл. Мне как-то, а где, когда, почему? Как он, он как-то все-все умел делать. Все. Попадал, да. Да. Рассказывал, как познакомился с мамой, как союз такой замечательный образовался. С мамой познакомились, мне, конечно, очень интересно, он же, мама училась в педучилище, а папа, когда вернулся с фронта, он тоже, он до этого учился, и тут как бы продолжил тоже в педучилище. он там и работал, рисование преподавал, и продолжал обучение. Ну, и 1 сентября мама пришла уже не на первый курс, я не знаю, наверное, уже даже третий, что ли, курс был. Мама пришла в класс, там одна из первых, заняла место на первой парте себе и подружке. И в это время зашел, он, видит, на первой парте есть место, да, место свободное, сел. А мама хотела, а он же вот, ведь после ранения, у него ранение в лицо, мама хотела ему сказать, что вот здесь моя подружка будет сидеть, а он, она только рот открыла, а он повернулся к ней и спрашивает, что, не нравлюсь? Вот. Да, человек прошел войну, да, ничего не смущает. И потом так создался их союз. Да, 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 да. Но это был счастливый брак. Сколько они прожили вместе? 60 лет больше даже. Ну вот мы отметили 60-летие и 61 год, вот мама умерла. Мама работала педагогом долгое время? они оба были педагоги. Мама педагог, да и оба они прям по призванию, по жизни. Маму тоже так же. Все дети очень любили и в конце жизни она там, ну, уже в таком большом-большом возрасте она работала ночной няней в интернате. И там еще мужчина один, я не буду называть его фамилию, мужчина один. Ему приходилось очень часто маму прийти вечером и навести порядок в интернате. он не справлялся с детьми, мама приходила, всех утихомирить, всех уложить спать. Старой закалки. Да, 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 но он-то тоже был в возрасте, конечно, да. Общаетесь с учениками? Вот не стало, Василия Петровича, приходит что-то? Нет, как-то нет, такого нет. Да и я потом здесь очень редко бываю, я просто вот сейчас из-за коронавируса, как-то я долго здесь сейчас живу. Все время путешествуете? Ну, я куда-нибудь езжу, да, или в Санкт-Петербург, или вот там Москве, ну, куда-нибудь уезжаю, А считали, сколько городов России и страны мира? не считала, нет, России мало, России очень мало, очень жалею, надо было Россию, там такие интересные вещи есть, вот приедешь, но я хожу по Ленинградскому области, хожу пешком, там тоже группы есть у нас созданные в Санкт-Петербурге, и там за очень маленькую плату проводник нас водит, рассказывает, и там бываем в такими местах, что туристов туда не возят, например, хотя бы, вот голова из Русланы и Людмилы, я думала, что это выдумка Пушкина, ничего подобного, она стоит, правда, она уже в болоте, но ушла по ноздри, но у меня есть фотография, на этой голове. Это каменная голова, да? Кто ее создал? Я не знаю, кто там, ничего, никаких нет, просто вот эта голова, уже ушедшая в болото по ноздри. Не знала, только интересный факт. Да, очень, когда вы видали голову, была ошарашена. Куда дальше планируете поехать, кроме речки Белая, как мы уже вычисли? Ну, сейчас Белая, но у меня планы были, на лето планов было громадье, у меня предполагались хибины, у меня предполагался полумарафон в Финляндии. А что это за полумарафон? Марафон, он называется Марафон Святого Олафа. Там как раз те, кто занимается скандинавской ходьбой, как этот марафон проводят. Вы еще занимаетесь скандинавской ходьбой? Хожу, да. Я не то, что занимаюсь как-то, нет, я никогда спортом не занималась, в жизни вообще никогда не занималась, а палочки помогают ходить, легче. Нагрузка распределяется сразу и на плечевой пояс, и по этому ногам легче. Я хожу, да, хожу с палочками, много, везде их с собой, у меня есть палки, очень коротенькие, они не скандинавской ходьбы, а они просто трекинговые. Но они складываются в 4 раза, 35 сантиметров в длину, это в домскую сумочку входят, и они меня всегда в чемодане. Раз, разобрала и пошла. Везде, в любом городе могу пить. Как вы все успеваете, Ольга Викторовна? Ну, я же не работаю сейчас, я не работаю, поэтому, да, я и мало успеваю, люди больше успевают. Расскажите, вот свой секрет молодости, оптимизма, поделитесь, какой вот образ жизни вы ведете? Есть какой-то секрет? Да, я никогда не думаю, какой секрет. Еще мне очень не нравится одна фраза, тоже так же. Скажите, мы учтем. Хорошо, там, где нас нет, вот эта любимая фраза, вот она часто очень, да, я ее терпеть не могу. Я всегда говорю, нет, там, где я, там всегда хорошо. Я просто еду куда-либо, или иду, или берусь за что-то, сразу на позитивной волне, сразу я знаю, что я должна, все это должно у меня пройти таким образом, что, чтобы я была удовлетворена, чтобы я получила наибольшую отдачу вот от этого мероприятия какого-то. Ольга Васильевна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, прям заразили оптимизмом. Будем следить за вашими путешествиями ВКонтакте. Спасибо большое. Спасибо вам. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был серебряный волонтер, путешественница, член общества краеведов Ольга Гончаренко. До новых встреч. «Актуальное интервью»